всем привет сегодня мы с вами продолжим обзор моего стеллажа я вам то покажу растений которые мы с вами не успели посмотреть вынужденная у меня оказалась пауза в моем сериале из частей обзора растений немножко приболела и как-то все вот долго-долго не могла выкарабкаться да и сейчас я еще не особо поправилась но уже по крайней мере могу долго разговаривать и не хрипеть и не кашлять поэтому сегодня мы с вами посмотрим растение вот на этой полочке и скорее всего на этой полочке хочу заодно показать не растение а точнее не растения новости за период который я отсутствовал на большом экране у меня до распустилась смотрите вот это вот орхидеи красавица посмотрите какая гроздь я под прям подхожу к ней под впечатлением тут это забыла посчитать сколько здесь бутонов на ней распустилась смотрите вообще красота и плюс еще вот такой вот небольшой отросточек с тремя бутонами она такая прям тяжелая это роттердам роттердам вот ну просто красотка внизу наверное дня чтоб я к ней не подошла и не полюбовалась ее красотой это из новостей почти распустились цветы на белые орхидеи вот бутончиков еще много но и уже много распустившихся вот какая тоже красота а еще у меня из новостей я не помню я в обзора говорил или нет я вот эту орхидею пересадил в такую банку из фикс прайса это такая колба ой такая вот колба просто ее в воде решила держать она у меня постоянно пересыхала постоянно это прямо то водохлеб водохлеб такой они орхидеи ну думаю раз ты прям так пьешь очень сильно наверное должно по идее ей подойти такое содержание просто в воде воду я сюда наливаю аквариум из аквариума без удобрения без всего просто из аквариума прошло уже наверное неделя может быть даже чуток побольше вот вроде бы все нормально цветы она не скидывает даже распустила несколько бутончиков вот здесь у меня был цветочек вот он отцов и распустились еще вот эти бутоны и плюс она стала доращивать цветонос вот ну посмотрим как дальше дело пойдет единственное только что вот у нее листья пожелтели они пожелтели они были такие у нее все время какие-то такие хлорозные вот лучше не стало как вот они такие были так и есть еще у меня беда случилась я вот только сегодня заметила то это моя орхидея чуть-чуть не знаю что случилось не все было хорошо она прям так активно активно наращивала корни у нее прям корни со всех сторон полезли я ее пересадил точнее не пересадила в этот же горшочек корней заправила все нормально сверху чуть-чуть лечусь и присыпала и вот видимо вот это не повлияло на нее так смотрите сколько у него листьев новых наросло и все похоже она пропадет вот этой из потерь плюс еще у меня год весь это же желтый стал вот такие вот у него какие-то пятна тут я не знаю прям какой-то тоже весь хлорозный может быть специалисты по орхидеям подскажите что они так и не ничего не понимаю что происходит то ли ему очень жарко то ли какой-то его вредитель есть мы вроде я на него мишка вы не вижу и вообще на орхидеях у меня были трипсы но мы с ними справились вот а это я даже не пойму что это такое плюс вот эта орхидея тоже один лист отсушила за это время в общем какие-то тут у меня непонятки происходит но еще я знаете что думаю что очень жарко дома очень жарко тепло у нас и плюс отопление работает и почти 27 градусов думаю что может быть вентилятор включать вот такие вот у меня новости и хорошие и плохие одновременно достала еще из тепличек вот эти вот архив орхидей скажите мне как они называются хои вот такая вот хоя собак сегодня вот вытащила ее из теплички вот ну что-то вроде как листик скукожился наверное надо ее обратно ставить не заценила на этот паневр вот и вот такая вот еще красивая какие есть красивые это хоя светлана тезка мои вот и когда узнала что есть хоя по имени светлана естественно мне такое надо стало вот я за ней ездила ночью по ночному петербургу зимнему у меня есть целое видео хоя светлана для светланы вот там ночной питер красота кому интересно можете посмотреть на моем канале вот ну что приступим к обзору вот это растение мы с вами уже видели это генора варригатная я ее переставила просто с этой полки на эту вот я ее почеренковала точнее не почеренковала прищипнула макушке обрезала чтоб она не росла высоту и начала ветвиться некоторые веточки вот так вот просто макушечка отрезала тут тут еще где-то вот тут тоже вот ведь какая что я люблю по прищипывать чтобы росло полу пышнее вот это генора вот это колоте я не знаю название к сожалению а мне очень хотелось колотею похоже на мои колоте и вот на эти у меня есть дотти и crimson queen вот они видите они похожи друг на дружку по расцветке по гармонии цветов вот и мне очень хотелось это похоже на crimson но с ободком и я нашла такую на авито ну вот сейчас вижу что она не очень то и похоже сейчас она вот растет израстается уже что это за сорт я пока не могу понять вот но ободок есть вот мне хотелось темный край такой вот такой же пятно как у crimson и вот еще чтобы был такой вот ободок но но раньше вот он был более выражен на молодых листиках а сейчас чуть-чуть это все пропало ну ничего страшного посмотрим что будет дальше растет растет растуха растет если сравнивать с тем какую я ее покупала задохли в два листа бы сейчас он это уже прям хороший пышный костик здесь же у меня стоит вот такая вот а главное мы я ее покупала под названием фламинго вот но она совсем не розовая она какая-то более красная такая яркая я думаю что ну не знаю может быть это и фламинго конечно мне кажется что это не фламинго я во главном их не очень понимаем очень разбираюсь пыталась спросить и в группах которые по главной вам тоже там не никто ничего не подсказал мне рассказал мне кажется что она очень похожа вот на эту которые называется чанг-даинг вот я бы даже сказала практически один в один только вот у этой может быть чуть более круглый лист здесь же на этой полке стоит вот эта красотка это аллаказия мешольца фрайды вригадная она ко мне попала по минус снасти из канал частичка природы ко мне она приехала с двумя листочками вот эти вот более длинные вот эти они стали уже похоже отмирать потому что они стали обесцветь обесцвечиваться и чуть-чуть желтеть у меня вылез сначала вот такой листочек и я немного расстроилась и думала что варикатности не будет потому что он практически зеленый чуть-чуть и тут какое-то пятно и вот следующий лист уже смотрите какой красавец вышел прям очень красивый и они более на коротких черешках может быть у меня света больше чем у насти не знаю с чем связано ну вот такие вот листочки она мне выдала тут у кореняшки стаканчиках стоят просто на заднем плане это аллаказия азлани азлани она какого не было красивая пышная и что-то она как-то захерела захерела и осталась буквально вот с одним листом одно я переукореняю меня там их было две в одном горшочки одна пока сидит такая вот красивая глонема они амани триколор вот хорошенькая так здесь это то ли стендапсус то ли эпипремном онлайт он у меня прям выученный бедолага я уже ему по-моему второй год растет он просто очень медленно в моих условиях и дурит крутит вертит листья я бы даже уже срезала макушку он уже даже перестал листья вытаскивать ну то есть один скручивается и в нем уже зарождается новый как то так вот все это вот каким это не знаю как козябрами некрасивая все срезала посмотрим пускай лучше может быть новенькое что-то выдаст мне новенькие плети вот рядом с ним стоит такая вот агланема она ко мне попала как подарок от подписчицы от моей по-моему сейчас посмотрю спот от старого называется спот от старт все красные главным они очень все друг на друга похожи их тяжело определить с ну сорт на стихо если не знаешь как назывался сорт то вот например смотрят стар стоит и вот еще вот такая вот поглажка и интересная красивая это они амани рэд под таким названием я ее покупала а еще есть вот такая они амани пинг например вот они похожи очень все друг на друга такая вот хоечка это хоя кэри аварий гадная я не знаю как правильно сорт называется я не просто покупала какое кэри вар на авито вот очень долго ее искала мне надо было вот именно такой чтобы были прямо красивые правильные сердечки бывают кэри с более вытянутыми сердечками неправильной формы а бывает вот прям такие вот хорошенькие и я ее как увидела я прямо вцепилась в неё ездила тоже за ней и кстати я ее покупала и калимантану одного продавца вот ее и вот эту красотку так что я их забирала вместе они у меня уже год растет она очень медленно покупала я ее наверное то ли было одно то ли два между до возле я постоянно ее чикую чтобы она не росла чтобы не тянулась и вот в каждом междоузле я после того как я ее обрезала ну вот выдается вот такой вот прирост из двух листьев здесь вот такой был вот здесь вот был прирост но потом листики отпалились вот сейчас вот что-то вот опять и выдала не знаю вот здесь вот но здесь я два раза резала ее для обмена то особо резать то есть не видите ничего но тут вот сейчас что-то проснулся какой-то листочек не знаю дальше пойдет не пойдет посмотрим вот такой вот огромный лист выдала мне антуриум декоративно-лиственный это сорта silver blush вот просто гигантских размеров лист вот такие вот там у него были сначала небольшие стоит еще листиком вы разворачивается последний лист прям такого хорошего размера не знаю дальше какие будут большие нет вот прям на всю полку видите так этот я вам показала пепперомия такая вот интересная я не знаю сорт не спрашивайте я уже как-то все подзабыла раньше я прям разбиралась в них помнила все сорта наизусть а потом уже час как-то это ну по-моему вот этот сорт был не определен как он назывался так он и не без названия стоит она мне нравится вот такие мне интересные листочки сердечками в полосочку вот симпатичная тут же алаказия silver dragon ращу с малюсенькой детки можно сказать с клубни вот уже год с лишним в растюхе этой вот столько вот листьев она держит ну довольно много вот тоже последний листочек у нее такого довольно таки большой такой прямо серебристый красавец хорошее растение очень она мне нравится красотка ну и здесь вот такой гигантский филодендрон беркин такой он кустом растет вообще нравится филодендрены которые растут именно кустом они ли они для этого прям яркий представитель такого филодендрена такой вот у него лист был интересный остальные там прям такие белесые филиус так вот смотрите как цветок какой-то на пуансетию похож такие зеленые 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 потом бац и прям белая такая макушка так ну здесь на нижней полке покажу уж вам сразу нижнюю тоже это все что осталось у меня от моей алаказии dragon scale шкура дракона вот я ее дербанила чтобы достать луковки и что-то ее это прямо задела за живое и она прям стала хереть 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 вот разделила на 2 тут ее точнее не на 2 а детки отделяла вот у нее было взрослое растение и детки от взрослого растения остались вот буквально эти два листа вот тут детка вот еще одна в тепличке детка не знаю что не понравилось но зато кучу клубними копалась не утром очень много было клубни все положила в мох посмотрим прорастут не прорастут тут вот стоит филодендрены розовая принцесса обрастает я ее прям очень сильно в этом году порезала тоже на пни вот остались вот буквально вот оставила пни в горшке вот и тут пень там вот пень тут и вот все это потихоньку потихоньку обрастает тяжело на что листья раскручивает вот мнет их не знаю что случилось хорошо росла одно время такая яркая красивая и после того как порезала тоже стала выпендриваться прям хоть ставьте плечку и антуриум кларинервиум похож он на сильвер блажь который вам сейчас показывала листья у него немножко помельче чем у сильвер блажь и жилки более ярко выражены и лист чуть чуть темнее тоже очень красивый он у меня давно вот это вот экземпляр выращен из детки у меня красавчик это пикассо с потихилу такая небольшая деленка мне присылала подруга ну вот он листья гонит что-то все зеленые один за другим и все зеленые потом деточка у него торчит не не знаю какая будет детка посмотрим так здесь это колотея колотея электрик шок вот тихонечко что-то как-то она не очень торопится расти для меня довольно проблемные растения получается у меня обычно с колотеями как-то нормально с марантовыми а вот с ней что-то я как-то никому не могу найти контакт не получается с ней то она засушивает листья то помирает то вроде их выдает новые то опять помирает общем не знаю насколько нас хватит друг с дружкой наладим общий язык или нет но посмотрим поживем увидим вот это главный лапинка валентин вот красивая мне нравится такая прям реально розовенькая красивенькая с такими пеструшками симпатичное растение в этом году покупала ее строманта хортиколор называется пересохла что нет все листья опустила вот такие вот красивые листья такая она не маленькая если делить например продать я не знаю как ее отправлять она такая прям реально большая такая вот еще аллаказия здесь стоит ой не забыла как она на макрориза макрориза варигатная тоже что-то с ней все никак мы не найдем общий язык больше чем два-три листа она никак не хочет держать с поставлю табареточку сяду наклонку неудобно выпускает новый лист и старые обязательно отсушивают поддержит листа 3 опять новый выпускает старый отсушивает на нее у меня два-три листа всегда я конечно понимаю что это моя вина что что-то я не так делаю что-то ей не нравится что не нравится я так и не поняла я уже ей горшки меняла и грунт меняла и с места на место переставляла и побольше света и поменьше света но но никак ничего не хочет она воспринимать уходит мой так про эту крошку я вам уже рассказала это они омани пинг вот такая она симпатяга и на заднем плане тоже агланома супер white такая вот красивая я ее в этом году делила у него было очень много деток детки все благополучно нашли новые дома вот еще и сной только что-то у нет по краю листиков какая-то как ржавчина что ли я так посмотрела на фотографии вот тоже у всех это же очень часто вижу такие полосы на ней что это непонятно на этом я свой обзор буду заканчивать на сегодня видео получилось длинным надеюсь вы досмотрите его до конца а если досмотрели до конца дайте мне об этом знать напишите какой-нибудь комментарий увидимся в следующем видео пока пока